Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Ваши радиоприемники настроены на волну Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов. В эфире передача «Мы Пскопские». Мы Пскопские. Мы другие? В чем-то, да. Тогда какие? О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими в передаче «Мы Пскопские». В жизни каждого человека от рождения до последних дней присутствует игра. В детском возрасте – это счастье. Ведь в детстве почти все время уходит на игровую деятельность. Только в детстве и старости у нас много свободного времени и есть возможность поиграть с внуками. А вот как проводили свое свободное время и во что играли крестьянские дети в псковских деревнях? Об этом мы сегодня поговорим с главным специалистом Центра народного творчества Мариной Шевелевой. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Как нигде в народных играх проявляется яркая и самобытная культура славян. С помощью игр можно не только весело провести время, но и ненавязчиво научить подрастающее поколение ловкости, храбрости, благородству. Игрой в разной степени пронизаны практически все области устного народного творчества. От песни, которая играется, и до свадьбы, своеобразной драматической игры. Особые формы ритуального и игрового поведения можно найти и в календарных обрядах и народных игрищах, устраиваемых на святки, масленицу, троицу, в купальскую ночь. Мы знаем очень много игр. Игра учила и наставляла, развивала способности, сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость, пластичность, умение общаться. Как правило, кроме обрядовых игр в контексте праздничной культуры любого народа, есть свободное время. Вот в крестьянских семьях нашей Псковской области по экспедиционным материалам замечено, что с 6-7 лет дети уже начинали работать. В этом же возрасте, но некоторые раньше, помогали во дворе и в доме, разбивали глину, рубили траву на корм скоту, чистили картошку, мыли посуду. Бабушки и матери учили девочек шить, ткать, прясть. В Псковской губернии зафиксированы игры в рукоделие. Когда дети пасли гусей в поле, то отправляя их, мамы, бабушки обязательно подкладывали в карман детям два клубочка ниток. Это нам рассказали в Пыталовском районе, чтобы не скучали. И в то же самое время делали полезное дело. Они на этих клубочках пальцами плели веревочки. Веревочки в то время очень пригождались в хозяйстве, крынку завязать, подпоясаться, подшить рубашку или еще что-то. А у нас, для наших радиослушателей, мы подготовили очень интересный рассказ из деревни Середка. Вера Васильевна Потапова рассказывает, как ее привлекали вот таким же способом плетения на пальцах, только не на пальцах рук, а на пальцах ног. Давайте послушаем. Когда мы были еще маленькие, бабушка нам говорила, что надо нам связать какие-то поясочки или назвать их кушаки, да, и чтобы были мы заняты как-то делом, ну, когда пасли гусей, может быть, или овечек, не сидели просто так. Мы брали нитки, раньше дети бегали босиком, наматывали ниточки вокруг пальчиков, вот их пять у нас пальчиков на ножке, вот так от ножки, ведем к талии, отдать на ножку, к пальчику туда, к талии, на ножку и к талии. И получается у нас там пять ниточек, или вот можно два раза провести, будет десять ниточек. Закрепляем на талии ниточки и начинаем другую совсем ниточкой продевать, вот как сейчас у нас штопают, одну ниточку вверх, потом вниз, вверх, вниз. И так, если какой-то кусочек вот мы провязали, отвязываем его от талии и подгибаем туда вот под талию, да, а около пальчиков вот там продвигаем, то есть начинаем мы вязать здесь, прямо на талии, вот эти ниточки отсюда. Но пальчики наши держат ниточки в натяг. И вот так мы могли связать, но за день, пока мы бегали, этот вот кушачок у нас был связанный. Почему кушачки мы вязали? Потому что платьицы были у нас такие обычно длинные, на вырост, широкие, ведь они были с отрезной талии и в сборочку. И сами мы были, допустим, худенькие, так вот подвязывали вот этими поясочками вот наша платьица. Конечно, маленькие дети играли и в куклы тряпишные, проходя с ними вместе все житейские сцены, кормление, сон, гулять. Но, впрочем, как и сегодня это делают маленькие девочки, делали игрушки, сами себе мастерили дети из глины, соломы, травы. Они, конечно, очень быстро выходили из строя, но игра-то и заключалась в самом процессе изготовления игрушки. И еще нам рассказывали вот в Усвятском районе, что у них там очень распространены были вот куклы-ляльки. Значит, мать набивала карманы девочки тряпочками, лоскутками всякими разными. И сами занимались полеполевыми работами, а дети изготовляли этих кукол из лоскутков. Значит, потом играли, вечером приходили, и матери к следующему дню нужно было распотрошить эту куклу, чтобы дочка на завтрашний день вновь собирала эту куклу, так как тряпочек было не очень много. Вот таким образом дети были заняты. Ну, в нашей деревне, да и в соседних деревнях, играли в лапту. Но где-то во второй половине дня вечера мы как-то сходились все вместе. Это очень интересная игра. Ну, к нам приезжали на лето городские ребята. Приучить нас к футболу. Я в первый раз узнал, что такое футбол. Но у них ничего не получилось. Мы в футбол как-то посмотрели, бегают, бегают, бьют в ворот, а вот лапта... А лапта их затянула, да? Да, и лапта их затянула. Они уже потом играли только в лапту, и про футбол забыли, и мяч так и лежал, без делами. Конечно, дети еще и они такие, знаете, копировщики взрослых, да? Потому что девочки там играют в маму. Вот, но и, конечно, вот мальчишки, они очень много брали для своих игр из повседневной жизни. Отцов, дедов, братьев, старших. И придумывали игры, в которые потом играли. Естественно, потом эти игры передавались с поколения в поколение. Но такие игры, как удочка, рыбаки, значит, и рыбка. То есть это вот подражание, да, вот таким занятиям промысловым. Русские деревни и села ведь стояли обычно по берегам рек, речушек, озер. Поэтому удочки были у каждого уважающего себя мальчишки. Вот, и, конечно, вот это вот все тоже ловить рыбу сетями. Они наблюдали, как это делалось. А потом тоже это все перекладывали на игру. Детская фантазия, она безгранична. Каждое поколение детей придумывало свои подвижные игры. И, в общем-то, можно было определить вот эти игры, как современный детский игровой фольклор. Одна из древнейших, самых древнейших игр русского детского фольклора – это горелки. И одной из увлекательнейших, конечно, детских народных подвижных игр с мячом, дошедших до наших дней, является штандр. Вот, эта игра очень-очень старая. И в нее еще играли в XIV веке. Вот на улице под открытым небом играли и мальчики, и девочки вместе. И, как бы, кто, какой возраст – это абсолютно не имело значения. Вот я, например, помню свое детство в 70-х годах. Такое детство, когда меня уже выпускали на улицу играть одну. Да, это было в городе. И мы играли в эту игру, только почему-то мы кричали «штандр, мандр». Не просто одно слово «штандр», вот как у нас в деревнях зафиксировано. «Штандр» и выкрикивали там имя такого. И я бежала и должна была поймать этот мяч. А у вас-то была эта игра? Да, штандр было, очень любили эту игру. Ну, играли меньше, конечно, чем в лапту, но играли. Тоже интересная, конечно, игра. Вот интересно, а где в деревне брали мячи? Я помню, такой дефицит был. По этому поводу тоже в этнографических зарисовках наших ученых мы тоже нашли, что вот мячи для этой игры делали из тряпок и набивали их тряпками. Где была возможность из лыка там сделать бересты, набивали песком. А вообще вот в наших деревнях Псковской области было распространено изготовление мячей из овечьей и коровьей шерсти. Клок шерсти скатывали, старались придать ему круглую форму. Когда комок хорошо укатывался, бросали его в кипяток и оставляли там на полчаса. Затем вынимали из воды, вновь катали и просушивали. Такой мяч был очень легким и мягким. И вот своей упругостью, как утверждают очевидцы, не уступал резиновому мячу. Какие-то игры дошли до сегодняшнего дня, какие-то не дошли. Скорее всего, это все-таки связано, наверное, с тем, что город наступил... Где в штандеры... Нет, где в наших дворах играет штандер, особенно в новостройках. Да, да, да. Город наступил конкретно на деревню. Я очень хочу познакомить наших радиослушателей с одной семьей, семьей Герасимовых, мамой Светланой Владимировной и сыном Ратмира. Вот эта семья очень много лет занималась сбором и исследованием народных игр в Псковском и Островском районах. Вообще, меня привлекли две игры. Это игра «Шуба» и «Курилка». Про шубу мне рассказал дед Давыдов Владимир Андреевич, который родился в сентябре 29-го года. Родился он в деревне Степаново, Шубовской волосы. В эту игру в основном играли на посиделках. На шубу садились человек пять. Если народу много, то могло быть и 10-12 человек. А под шубу прятали ремень. Водящий сидел в кругу на шубе, а игроки ногами или коленками под шубой водили ремнем. Водящий, когда сидел, и пытался угадать, у кого из игроков ремень. А игроки в это время били водящего ремнем и сразу прятали ремень под шубу. Весело. И долго она игралась, эта игра? Ну, пока не надоест. Хорошо. А вторая игра? А вторая игра «Курилка». Про нее я узнал от Гаврилова Людмилы Николаевны, 58-го года рождения. Родилась она в деревне Жеки и сейчас проживает там же. Курилка. Вот. Брали лучинку, зажигали ее. И у кого в руках она погасла, тот кланялся всем по очереди. Вот. Выпивает ковш и целует также всех по очереди. Играли в нее в основном для зимний период. Ага. И тоже играли, пока не надоест, да? Да, да. Ну, а в какие-то те игры, которые вы записали, вы не пробовали играть с ровесниками? Да, конечно. Все игры, которые я следовал, мы в них играем с участниками фольклорной студии Дем. Дома детского творчества и фольклорном ансамбле «Уграда» во время занятий и досуга. На атака дома? Дома с семьей тоже играем. Ну, спасибо вам, брат Верс, спасибо. Никогда не слышал о таких играх, как «Шуба и курилка». Впрочем, в каждой местности Псковского края могли быть свои игры, о которых в соседних деревнях не знали. Маму Ратмира Герасимова Светлану Владимировну научил играть в очень интересную игру ее отец. О ней она расскажет сама. Играть в нее могут все. И взрослые, и дети. Это первая игра, которую исследовал мой сын. Смысл игры состоит в том, чтобы из кучи палочек вытащить либо пальцами, либо специально сделанным крючком одну за другую фигурку, не затронув при этом остальные фигурки. Играть могут как от двух, так и до десяти игроков. Первый игрок зажимает свободно в ладошках все крючки, и их слегка нужно потрясти, затем разжимает ладони, и крючки падают на ровную поверхность, образуя беспорядочную кучу. После этого игроки алюминиевой палочкой начинают вытаскивать крючки. Каждый крючок приносит от пяти до пятидесяти очков. Нужно сделать так, чтобы в кучке ничего не пошевелилось, ничего не сдвинулось. Если будет что-то, игрок что-то пошевелит, то право хода получает следующий игрок. Палочки, они разные, разнозагнутые. То есть по сложности, как загнуты крючочки, от того зависит количество очков этого крючка. И вот чем сложнее крючок ты вытащишь, самый большой крючок, который пятьдесят очков стоит. Вообще играете вы, с кем-то играете в эту игру? Да, конечно, мы в эту игру играем и дома, и наши знакомые, друзья, когда приходят к нам домой, тоже в нее играют с удовольствием. Игра крючки имеет еще одно название омсковичей – бирюльки. И это закономерно, так как каждая деревня имеет свое мнение на игру. Это происходит со многими играми, меняют названия, добавляют условий, придумывают свой финал. И это естественный процесс. Это говорит о том, что игра, как песня, живет и получает везде свой оттенок. В следующем выпуске передачи «Мы Псковские» вместе с главным специалистом областного центра народного творчества Мариной Ширилевой продолжим рассказывать об игровой культуре псковской деревни. В частности, поведаем о том, как игра была не только развлечением молодежи, но и способом завязать отношения. С вами был Анатолий Тиханов. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok